Описание представленных МР-томограмм пациентки 1984 года рождения, от 22 октября 2019 года. Область исследования – головной мозг и интеркраниральные сосуды. Срединные структуры головного мозга не смещены, 3-4 желудочки мозга не расширены, боковые желудочки симметрично не расширены, цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена, гипофиз однородной структуры, размер их не увеличен. Хиазмальная область без особенностей, мостомужечковые углы свободны. Сильверовые щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мужичок симметричной однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Предаточные пазухи носом в зоне сканирования, по нижней стенке правой гайморовой пазухи, киста размером 11 на 8 на 7 мм. В передней трети носовая перегородка смещена влево на 9 мм. При МР-ангиографии артерий головного мозга, выполненном в режиме 3D-TOF-VET, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева, симметричные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Основная артерия расположена срединно. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артерио-венозных мельформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. Заключение. МР-признаки патологии головного мозга и интракраниальных сосудов не выявлены. МР-картина кисты правой гайморовой пазухи, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация Лора. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики ССГМУ имени И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. Собственно, с головным мозгом и его сосудами у вас все в порядке. Нет ни образнований, ни признаков инсульта. Аномалий развития также нет. Собственно, в шее тоже ничего катастрофического нет. Есть небольшая киста в правой гайморовой пазухе, но это случайная находка, не имеющая особого значения. Но искривление носовой перегородки нарушает дыхание и снабжение мозга кислородом. Это может приводить к тяжести в голове, чувству неудобства. Я бы советовал ее выровнять. Собственно, ваши жалобы больше всего похожи на ТИА, транзисторную ишемическую атаку. Тут лучше обратиться к неврологу с результатами МРТ. Субтитры подогнал «Симон»!